Девушки отдыхают А в другом выпуске всем гостям подарили MP3-плееру А ты будешь гостям подарки дарить? Конечно А я в свой 16-й день рождения в кино была с Джудом и Джонси На месте вонючего ниндзя ходили А Джонси съел весь мой попкорн Это оно Идеально! Дельфины тут тише кричат Дельфины тут тише кричат Дельфины тут тише кричат Субтитры сделал DimaTorzok День рождения Мне нравится тема Болливуда. Я сотворю и софт-рук-кафе вот такое чудо. Круто. А ещё я звонила на Чилл ТВ, и они хотят снять мой праздник для своего шоу. Нас по телеку покажут. Класс! Привет, Кейтлин. Почему при виде Бенжи ты всегда теряешь до речи? Не знаю. Он такой мечтательный. Надеюсь, он попросит меня быть моим кавалером на дне рождения. А почему ты сама его не попросишь? Если я попрошу Бенжи попросить меня, просить будет не он, а я. Он же попросит тебя после того, как ты попросишь его попросить. Но если я попрошу первый, я буду просящей, а не просимой. Независимо от того, что... Так, прошу прекратить этот разговор, пока я вас не ударила. Помочь тебе с декорацией? Могу взять это на себя. Спасибо, Джен. Но я найму профессионалов. О. Тогда что я буду делать? Я сама всем займусь. Нет, серьёзно. Хоть что-то от меня потребуется. Просто приходи на праздник. Я никогда просто так не прихожу. Я всегда чем-то заведую. Или всем. Мне срочно надо пробежаться по магазинам за новыми нарядами. Пока. Она же поручит мне хоть что-то, да? Мне пора на работу. Я просто помочь хочу. Пора заняться серфингом на льду. Серф! Ха? Ха-ха! А-а-а! Метта какая-то антикульминация. Какого чёрта? Лёд совсем не скользкий. Лёд плохого качества. Это дело нужно расследовать. Мы не делаем скидок. А если я скажу, что в этих нарядах меня покажут по Чилл ТВ? Продолжай. Чилл ТВ снимает мой день рождения. Что скажешь? 30%? Если упомянешь Альбатрос и Финч. Скинь половину, я приведу сюда оператора. Во время интервью. Идёт. Пробей кого. Кейтлин Кук. Должна отдать тебе должное. В шопинге ты легенда. Привет, Триш. Спасибо. Я знаю, у нас были разногласия, но для шопинга ты лучшая партнёрша. Серьёзно? Не люблю говорить честно, но всё же... Помнишь? Мы хотели отметить 16-й день рождения вместе? Конечно. Мне... Тебя не хватает, Кейт. И если мы так и поступим, наши отношения наладятся, мы исправим все недоразумения. Даже не знаю. Я от тебя отвернулась, когда ты устроилась в этот дурацкий лимон. Да. И обвинила тебя в воровстве. Точно. Я писала тебе ужасные вещи в школьном туалете. Что? Но это не значит, что я не хочу быть твоей подругой. Правда? Общение с тобой сделало меня хорошим человеком, Кейт. Извините, никакого проявления эмоций, политика магазина. Если мы совместим наши дни рождения, эту вечеринку запомнят навсегда. Давай покажем, на что мы способны. Давай. Давай. Джуд где-то читал, что для искусственного льда нужна особая температура. В центре слишком жарко. Да ладно, неужели что-то можно узнать из книг? Прикройте меня. Пора охладиться. К вашему сведению, на мой день рождения... ...понадобится помощь. Я испеку пирог. Я пеку потрясающие пироги. Нет, спасибо, Джен, только откажитесь от предубеждений. Могу, без изюма. Дай сказать. Итак, я решила объединить дни рождения... Триши! Что? Что? Ты пошутила? Нет, я серьёзно, я знаю, о чём вы думаете. Плохая мысль! Но я знаю, Тришу лучше вас, и думаю, она изменилась. Такие, как она, не меняются. Бросьте, все заслуживают восьмого шанса. Мы просто не хотим, чтобы она снова тебя обидела. Но если мы будем праздновать по раздельности, половина людей, которых я хочу видеть, пойдут к ней. А так все будут в одном месте. Это верно. Один большой праздник лучше двух маленьких. Если ты готова дать ей шанс, мы тоже попробуем. Согласен. Джен? Ну, хорошо. Никки? Ладно. Ура! Да! Джонси, мы с Тришей хотим нанять тебя для рекламы праздника. Походи в этом наряде, рассказывай всем о вечеринке. Я так ни за что не оденусь. Мы заплатим? К вашим услугам. Никки и Джен, прошу вас. Сделать лебедей из салфеток я умею. Нет, встретиться со мной и Трише через час, чтобы составить план. Запросто. Я принесу ручки. Спасибо вам. Никому не кажется, что здесь сегодня холодно? Надо костюм примерить. Я на работу. А мне идти некуда. Надеюсь, Триша не замышляет ничего коварного. Как знать, может, она и прямо изменилась. Даже змеи сбрасывают кожу. Круто. Нет. Да. Ни в коем случае. Нет. Никогда. Нет. Плохо. Таких четыре. Да. Нет. Миленько. Да. Нет. Будет весело. Я принесла ручки. Когда достигнута оптимальная температура, необходимо добиться идеальной толщины. Ты слышал, лёд? Мы сделаем тебя идеальным. Как новая работа, чувак? Лучше не придумаешь. Хорошие деньги, и все, кто хочет получить приглашение, пытаются произвести на меня впечатление. Зачем? Это моё условие. Ловко. Лёд уже готов? Эй, чувак, стой. Произведение искусства ещё не закончено. Никто не наступал на Мону Лизу, пока она не высохла. Думаю, на неё вообще никто не наступал. Итак, что мы имеем? Я почитаю, я секретарь. Готовы? Итак, мы договорились о месте, теме, еде и декорациях. А Чилл ТВ точно будет. А я займусь амбаром хаки, чтобы никто не прошёл в одинаковых платьях. Кейтлин, суперпредложение. Я знала, что вместе у нас всё получится. Я так рада, что тебе понравились мои идеи. А в качестве приглашения будут золотые монеты с твоим лицом и моим наобороте. Что скажешь? Прекрасно. Осталось только заполучить Бенжи в кавалеры. Бенжи? Бенжи Тернера? Моего Бенжи? Я думала, он один. Сейчас да. Но я уже неделю его обрабатываю, и в понедельник планирую начать встречаться. Какое уж тут коварство. Мне казалось, он уже готов сделать ко мне первый шаг. Ой, прости. Не хотела смеяться, но сама подумай. Что? Эту проблему очень просто решить. Если вы согласны играть честно, кого он первый пригласит, Кайи выиграла. А флиртовать можно? Я бы сказала... Да. Идёт. Договорились? Мэнди, Гвен, спасибо, что повеселили. Не злись, мама. Что? Что? Где? Кого? Куда? Зачем? За что? Почему? Прелесть, а не беретка. Тебе она даже больше идёт. Пожалуй, я куплю её тебе. На то моей подруге, чтобы покупать друг другу подарки. В кино так делают. Привет, Кейтлин. Классная беретка. Привет, ты без рубашки? Я здесь работу получил. Сегодня первый день. Привет, Бенч. Я купила Кейтлин беретку. Я такая добрая. Я видел, как ты её мирила, и ты права. На Кейтлина она смотрится намного лучше. Поздравляю с новой работой. Тебе очень идёт твоя униформа. Спасибо. Жаль только, что сегодня здесь так холодно. Можно я завтра в лимон зайду? Есть разговорчик. Конечно. До встречи. Спасибо, Триша. Я очень... Я передумала. Редко мне самой пригодится. Куплю тебе что-нибудь в другой раз. Температура упала. Регулятор заперт. Странно. Что-то здесь не так. А тебе не надо снять рубашку, чтобы пойти на работу? Странно было бы ходить по центру раздетым, мне кажется. А на счёт твоего дня рождения... Если у тебя ещё нет кавалеры... Нет. Может быть, мы с тобой... Кейтлин, ты готова чуметь? Бенч, оставь нас на секунду. Потом поговорим, Кейтлин. Приходи в перерыв, я буду здесь. Так не честно! Ты знала, что он собирался меня пригласить. Правда? Это грязный ход. Я понятия не имела, о чём они говорили. Клянусь! Да. И что за срочное дело? Я получила приглашение и хотела показать. Клёво. О, нет! Они ошиблись! Тут оба портрета твои! Ошибки нет. Я решила праздновать одна. Что? Ты была права, Кейт. У нас такие плохие отношения, что ничего не выйдет. И... Постарайся не реветь, пока я не уйду, а то будет стыдно. Она ушла. Получил сообщение. В чём дело? Триша подставила Кейтлин. Стащила вечеринку у неё из под носом. Украла все её идеи и деньги. Но почил-то вы всё равно ведь нас покажут. Молодец. У меня не будет праздника. Мы тебе его сами устроим. Я теперь официально главная. Вечеринка состоится. Да, ребята? Да. Почему у тебя кубики льда такие прозрачные? Окей, лепь сосредоточься. Кейтлин, всё будет хорошо. Мы прекрасно проведём время без музыки, без еды, не без гостей. Пипу. Триша совсем... Я всё слышал. Тогда почему ты до сих пор переодет индусом? Я сказал Трише, что между Кейтлин и хорошей вечеринкой я выбираю вечеринку. Что? Вы совсем мне не доверяете? Я саботирую вечеринку, пусть и слух, что она будет отстойной. Если Джонси что и умеет, так это испортить хорошую речь. Спасибо, Вайет. Как бы там ни было, мы обязаны сделать день рождения Кейтлин особенным. У меня 16-й день рождения должен быть особенным. Поэтому я включила мозги и придумала грандиозный праздник. Бенч! Бенч! Поговори с Чилл ТВ. Привет. Можно личный вопрос? Конечно. Выключите камеру. Я знаю, что вы с Кейтлин подруги. Да, лучше. Я хочу пригласить её на вечеринку. Какие цветы она любит? Бенч, ты, Кейтлин, не интересуешься. Правда? А мне казалось, что я ей нравлюсь. Мне тоже. Но я спросила, и она сказала, что найдёт кого-нибудь получше. Значит, я ошибался в Кейтлин. Я лично думаю, что любая девчонка была бы рада встречаться с тобой. Спасибо. Любая. Спасибо. Любая, что стоит перед тобой. Я. Хочешь, я буду твоим кавалером на дне рождения? Бенч, ты видишь меня насквозь? Зачем, девочка, зачем? Какие проблемы? Лёд, а она скачет и царапает его. Вон, вон, вон. Я должен спасти лёд. Царапины слишком глубокие. Это может означать только одно. Охранник поднял температуру обратно. Привет. Можешь куда-нибудь спрятать, чтобы Кейтлин не увидела? Мы купили ей праздничное платье. Ладно, в холодильник отнесу. Откуда у вас деньги? Я купила на новый велосипед. А я взяла аванс и согласилась мать унитаз в три месяца. Спокойно. Она в надёжных руках. Чудесное платье, Вайт. У моей подруги Дени... Ты не из тех чудаков, что наряжают туши в платье и танцуют с ними, да? Что? Ты мясной танцор, Вайт? Мясной танцор? Нет. Ничего, Вайт. Я тоже был мясным танцором. Я с этого начинал. Начинали? Да, но я стал спортсменом-танцовщиком. Я вылез из холодильника. Но я... Хочешь, поучу? Я знал, что ты попросишь. Вообще-то я... Начнём прямо сейчас, хорошо? Я рад, что ты попросил. А то пришлось бы тебя уволить за танцы с мясом. Уволить? Опасность миновала. Я не уволю своего нового партнёра. Запомни, Вайт, здесь главная страсть. Покажи мне свою страсть к танцу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сразу говорю, вечеринка дерьмо. Бориаш, это будет праздник года. Вы совершаете самую большую ошибку в своей жизни. Потому что... Знаю, уволен. Я немножко пропустила. Вы сказали одно и то же. Ещё раз. Вот это класс. Да, как будто у вас один мозг на двоих. О, господи. Она права. У нас один мозг. У нас один мозг. У нас один мозг. У нас один мозг. Как лёд? Найвысшего качества. Я сам буду судить. Вот это да! Класс. Не пора ли приобщить тебя к танго? Ладно. Вот страсти, которые я говорил. Всё не так. Шторы должны быть с балдахином и бахромой. Они сделали всё, что могли, трещу. Я твоего мнения не спрашивала. Просто всё должно быть идеально. Так, попался с поличьим, малявка. Что ты тут делаешь? Поднимай температуру. Так, я иду. Поднимаешь? Да, здесь прохладно, не кажется? Кажется. Погоди, от солдат. Лови того, кто её понижает. Будет сделано. Брось, Кейкин, забудь о Крише. Не могу. Она украла мои деньги, все мои идеи, моего парня и наверняка набила самое красивое платье. Да, наверняка Триша, Мэнди и Гвен отлично в нём смотрятся. Что? Потом объясню. А пока переодеться. Платье, встречайте Тришу и двух её лучших подруг, Мэнди и Гвен. Но у вас одинаковые платья. По-твоему, это смешно? Зря я отбила тебя у Кейтлин. Вы друг друга стоите. Я ухожу. Не забудь улыбнуться в камеру, Триша. Это ведь можно будет вырезать. А, без разницы. Да, конечно, понял. Джен говорит, они скоро придут. Зажигай. Клёво. А теперь зацените. Класс. Как тебе удалось? В книгах пишут, что от тепла и увлажнителей лёд испаряется. Сам почитай. А лёд это не испортит? Испортит, но случай-то особый. Пришли, Кейтлин. С днём рождения, Кейтлин! Как красиво. Вы всё это сделали ради меня? Почти всё спланировала, Джен. Вы отлично поработали. И моя разноцветная таблица помогла. Спасибо вам. О таком дне рождения я мечтать не могу. Итак, кто станцует с Кейтлин первым танец? Партнер. Где ты научился так танцовать? Ой, не спрашивай. Можно разбить вашу пару? Бенш, ты пришёл. Я бы не хотел оказаться в другом месте с другими людьми. С днём рождения, Кейтлин. Моя фантазия. Вадди, слайд-сообщение. Я уже здесь. Хотели тебе кое-что показать? Сегодня на Чилдеве «Королева злобы». Я твоего мнения не спрашивала. Зря я отбила тебя, Кейтлин. Вы друг друга стоите. Ах, без разницы. Я рада, что она показала себя такой. Никто не заслуживает девятого шанса. Тут ты права. Это уж точно. На восемь ударов и на выход. Озвучено по заказу «Дважды два». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова